Далее в нашем эфире программа Город сегодня. Здравствуйте! На празднике мы постоянно желаем друг другу самое важное – здоровья. Пока молоды, не задумываемся о том, сколько оно стоит, и только когда реально прижмет, понимаем, что здоровье бесценно. В такие моменты мы начинаем обращаться ко всем святым. Нередко вспоминаем священописание, где рассказываются случаи, когда удавалось воскресить умершего. 27 июля в октябре привезут мощи великомученика и целителя Пантелеймона. Каждый желающий сможет прикоснуться к святыне. Великомученик Пантелеймон почитается в православной церкви как грозный святой, покровитель воинов. Эта сторона почитания раскрывает его первое имя – Пантелеон, что значит «лев во всем». Второе имя, данное прикрещением Пантелеймон, то есть Всемилостивый, раскрывается из почитания великомученика как целителя. У западных христиан он считается покровителем врачей. Связь этих двух покровительств святого хорошо видна из того, что воины, чаще других получающие раны, больше всех нуждаются во враче-целителе. Именно поэтому христиане, ведущие брань духовную, также прибегают к этому святому с просьбой исцелить язвы души. Великомученик Пантелеймон – один из самых почитаемых на русской земле святых. О его целительной силе нам расскажет сегодняшний гость. Мы приветствуем в городе сегодня отец Нектарий. Здравствуйте, отец Нектарий. Здравствуйте. Вообще, сколько по времени будет находиться эта святыня в октябре? Ну, к большому сожалению, не так уж долго, как хотелось. То есть мы вообще сюда прибываем 27 июля с города Актау, и отсюда они убывают 28 после обеда в город Уральск. Ну, два дня, но по времени около суток они здесь будут находиться. Хотелось бы подробнее узнать о мощах Пантелеймона. У каждого святого от Бога есть своя благодать. Например, Николай Готник, Николай Чудотворец, ему молятся, чтобы был успех в делах. Блаженные Ксении Петербургской молятся, чтобы дети успешно вышли замуж, особенно те, у кого первый брак не сложился. Вот, Целитель Пантелеймон, это небесный врач и небесный покровитель. Ему молятся при различных телесных недугах. То есть любая болезнь врачуется. Вот, ну и самое главное, мало кто знает, что этому святому еще молятся тогда, когда дома нет взаимопонимания. То есть, если отец не ладит с сыном, или дочь не ладит с матерью, по пустякам ссорятся. Вот он тоже покровитель, скажем так, сглаживает от эти все житейские трудности и неприятности. Потому что он сам раньше с отцом очень долгое время не мог найти общий язык, и перед смертью они помирились. Вот так вот. А вот скажите, пожалуйста, от каких болезней может помочь избавиться Пантелеймон? Ну, скажем так, от болезней исцеляет Господь, а мы молимся этому святому, чтобы он помог нам избавиться от болезней. Ну, от всех так громко скажем, от именно душевных и наибольшее внимание телесных болезней. Вот многие вот думают, что в церковь или к мощам может прикладываться, ну, скажем так, вот только православный человек. Эти мощи открыты для всех. То есть любой страждущий, любой человек, у которого есть какая-то такая болезнь, от которой он хочет поскорее избавиться, вот, может прийти не в зависимости, не от национальности, не от веры. Добрый он, злой там, плохой, хороший любой человек может прийти и попросить помощи у этого небесного врача, чтобы Господь даровал этому человеку заступление и исцеление. Ну, еще, если бывает так, чтобы успешное лечение болезни было, мы проходим, скажем так, большие анализы, идем на обследование. Вот те люди, которые собираются на такие обследования, тоже могут прийти и помолиться, чтобы царитель Пантелеймон именно послал такого врача, который разбирается в этом недуге, и человек обрет скорую и хорошую помощь. Наверное, к вам много людей обращаются и спрашивают, что же такое вообще мощи? К нам прибывают не все мощи, а частицы мощи Пантелеймона в таком специальном ковчеге. Вот мы ее привезем на самолете из города Актау, а в город Уральск они уже поедут своим ходом на автобусах. Ну, так вот, мощи – это останки тела святого. То есть святой великомучий царь был замучен, усечен мечом, голова его хранится на Афоне в Греции, вот туда доступ к женскому полу вообще запрещен, и мужскому полу тоже ограничен, потому что не каждый сможет и шенгенскую визу открыть, и до Греции доехать. А, например, у мамы болеет ребенок, у нее и так же скорбь. И вот чтобы эту скорбь хоть немножко облегчить, по благословению патриарха, нашего правящего архиерея, архиепископа Уральского и Актюбинского Антония, митрополита Александра, эти мощи прибывают на короткое время и в город Актау, и в город Актюбинск, чтобы все могли подойти и помощи у этого святого попросить. А мощи, сами мощи, это останки тела этого святого. Они находятся в таком золоченном ковчеге, по церковному этот ковчег называется Ракка. Ракка? Ракка, да, с двумя К. Они залиты воском, и чтобы это видно, чтобы было без обмана, и сверху стекло под стеклом, чтобы все люди это видели. Вот так. Давайте напомним Актюбинцам, где они смогут непосредственно увидеть мощи, прийти и, как говорится, духовно обогатиться. Эти мощи будут находиться в Актюбинске всего в одном месте, еще раз говорю, всего чуть больше суток. Они будут находиться в храме святого равнопостного князя Владимира по улице Жанкожа Батыра, где служит отец Дмитрий. Вот там они будут находиться 27-го после обеда, до 8-ми вечера будет доступ открыт, и 28-го с 8 утра до 3-х часов дня также будет свободный доступ к этим мощам. Все могут прийти, поклониться и попросить помощи. Вот есть ли какие-то ограничения? Может, кому-то не разрешается приближаться к этой святыне? Ограничений нет. Приближаться можно всем. Единственное, что приближаться, конечно, надо, чтобы человек был трезвый, то есть безалкогольного какого-то опьянения. И самое главное, бывают такие дни, когда, например, женщинам не рекомендуется ходить в церковь, такие физиологические дни. Вот в таком случае, конечно, зайти в церковь можно, но к мощам приколоваться не надо. Можно постоять где-то в сторонке и попросить помощи тоже, потому что так случилось. Отец Нектарий, спасибо, что вы сегодня в нашей студии уделили время. Всего вам хорошего и крепкого здоровья. Спасибо, до свидания, тоже не болейте. Люди верят в целительную силу, верят в любовь, доброту и чудеса. И это замечательно. Пусть эта вера живет в каждом из нас как можно дольше. На сегодня все. Мы желаем вам крепкого здоровья и прекрасного времяпрепровождения в летний период. Пишите нам на сайт rikotv.kz и в социальные сети. Мы постараемся разобраться в любой проблеме. Ну и, конечно же, ждем ваших комментариев. Всего хорошего. До встречи в эфире на Рико ТВ. Редактор субтитров А.Семкин